Добрый вечер, в эфире новости. В студии работает Жанна Ситхан и, коротко, главное. Климатический саммит в Баку. Какие громкие заявления об изменении климата сделали участники заседания и почему, по их мнению, мир находится на пути к катастрофе? Видимая угроза. Свыше 300 тысяч газбаллонов в Казахстане непригодны для использования. Которые произведены в 70-х, 80-х годах прошлого столетия. Мы убедились, что они являются очень опасными. Какое решение проблемы видят в правительстве? Жестокая расправа. Жителя Северного Казахстана подозревают в убийстве собственной матери. За совершение убийства жительницы села Явленко и сельского района, труп, который обнаружен в собственном доме после пожара. Что на самом деле стало причиной гибели женщины? В Баку открылся саммит лидеров КОП-29. Ожидается, что в нем примут участие лидеры 80 стран. Одним из первых на глобальной конференции выступил президент Казахстана. Касым Жумартукаев заявил, что борясь с климатическими изменениями, государства должны объединить усилия и использовать для этого передовые технологии. Кроме того, необходимо управлять водными и земельными ресурсами. Анара Сюмбаева продолжит тему. Президент Касым Жумартукаев прибыл в Баку еще накануне. Бакинский Олимпийский стадион уже с утра был готов принимать гостей и участников Всемирного климатического саммита. Они будут обсуждать, как сделать так, чтобы минимизировать последствия климатических изменений. К слову, ожидается участие лидеров 80 стран, руководителя международных и региональных организаций. Глава государства прибыл на него одним из первых. Его встретили хозяин саммита, президент Азербайджана Эльхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Позже на пленарном заседании на правах ближайшего партнера и соседа Касым Жумартукаев тоже выступил первым. Изменения климата игнорировать уже не получается. Каждая страна непременно должна прикладывать усилия и вносить свой вклад в борьбу с изменениями климатических условий. Касым Жумартукаев в начале своего выступления подтвердил приверженность Казахстана к глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества. Несмотря на то, что на долю Центральной Азии приходится всего 1% глобальных вопросов, этот регион сталкивается с многочисленными климатическими рисками. Чтобы повысить эффективность мер по реагированию на изменения климата, мы должны активно использовать передовые технологии, как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг, а также другие цифровые инструменты, обеспечивающие ранее предупреждение и более эффективное управление водными и земельными ресурсами. Перед глобальными климатическими рисками многое сейчас зависит от сельского хозяйства. Чтобы прокормить растущее население в 21 веке, надо выращивать больше продуктов и чтобы поменьше выбросов, при этом не истощая качество почвы. Углеродное земледелие. Для развивающихся стран это своего рода панацея. Казахстан – страна с девятой территорией в мире, где есть 200 миллионов гектаров в сельскохозяйственных угодий, как поле непаханное. Касим Жамартукаев пригласил заинтересованные стороны изучить потенциал Казахстана в данной отрасли. Наша страна обеспечивает 43% поставок урана в мире и играет значимую роль в развитии низкоуглеродно-ядерной энергетики. В октябре этого года граждане Казахстана на общенациональном референдуме поддержали строительство атомной электростанции. Мы стремимся обеспечить безопасность и эффективность этого проекта через партнерство с мировыми технологическими лидерами в области энергетики. Касм Жамартукаев отдельно остановился на проблеме мировых водных ресурсов. Эта сфера тоже претерпевает серьезные изменения. В стране, наиболее удаленной от моря, но при этом регулярно сталкивающейся с наводнениями, эта проблема весьма актуальна. Для оперативного реагирования в будущем и восстановления после подобных чрезвычайных происшествий мы внедряем комплексную систему управления рисками. Чтобы актуализировать водную повестку, в декабре этого года Казахстан в партнерстве с Францией проведет One Water Summit. Участники этого форума обсудят проблемы глобального управления водными ресурсами. Сегодня Касм Жамартукаев поблагодарил Ильхама Алиева за организацию и успешное председательство на саммите. Президент вновь подчеркнул, что наша страна готова к сотрудничеству с международными партнерами. Анара Сюмбаева, Astana Times. Цены на лекарства могут измениться в Казахстане. Только на этот раз сторону снижения. По словам главы Минздрава Акмарала Аль-Назаровой, к беспричинному росту цен приводят слишком большие издержки. В первую очередь маркетинговые и логистические. Их ведомство планирует оптимизировать. Есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования на лекарства. Есть приказы Минздрава, они анализируются и пересматриваются. Среди них выявлены те издержки, которые приводят к беспричинному росту цен на лекарства. Маркетинговые на 30%, логистические до 15%. Все это планируется оптимизировать. Министр напомнила, что 20 августа подписан приказ, согласно которому разница в цене между оригинальными препаратами и дженериками должна быть не более 30%. Это правило касается препаратов, закупаемых государством. Для регулирования цен импортных лекарств министерством проводится интеграция с информационной системой кеденной налоговой службы комитета госдоходов Минфина. Ожидаем, что до конца текущего года завершим работу. Если в начале следующего года завершим интеграцию, то мы будем видеть цены импортных лекарств на входе в Казахстан. Это также позволит регулировать цены на препараты внутри страны. Отопительный сезон начался с ежедневных пожаров в жилом секторе. Лжас Бегтенов раскритиковал работу Акиматов. По словам премьер-министра, только в октябре произошло свыше 130 возгораний из-за нарушения эксплуатации печей. Кроме того, беспокойство вызывают газовые баллоны. Свыше 300 тысяч признаны неисправными и в любой момент могут стать причиной взрыва. Как в Кабине планируют обеспечить безопасность граждан зимой в материале Дельнасна Секеновой. С начала отопительного сезона пожары в жилом секторе происходят почти каждый день, заявил Лжас Бегтенов. Причем половина из них из-за неисправного состояния печей и труб. Кроме того, участились случаи отравления угарным газом. Имеются погибшие. По словам премьер-министра, все это из-за того, что Акиматы проводят недостаточную работу по установке датчиков угарного газа. По его словам, в первую очередь следует взять на учет дома граждан из социально уязвимых слоев населения. Во всех таких домах должны быть бесплатно установлены датчики угарного газа. Здесь хочу отметить, что недостаточная работа по установке датчиков проводится Акиматами Житисусской, Акмолинской, Актюминской областей и города Алматы. Охват составляет от 2 до 14%. Данным Акиматам следует активизировать работу в этом направлении. В свою очередь министр ПОЧС рассказал, что с 2021 года в дома казахстанцев установлено свыше 107 тысяч датчиков, которые позволяют на ранних стадиях предупредить человека об опасности угарного газа. По словам Маринова, они уже помогли предотвратить гибель более 200 человек. Следующая причина – это неправильное использование бытового газа, которое может привести к взрывам. Сейчас население в нарушении закона заправляют на автозаправках газовые баллоны. При этом наибольшая их часть подлежат утилизации. Предварительно по нашим подсчетам 348 тысяч газбаллонов подлежат замене. Говоря о взрывах с начала отопительного сезона, произошло 8 таких происшествий. Министр ПОЧС заявил, что выявлены 300 тысяч неисправных газбаллонов в основном произведены из металла в 70-80-х годах прошлого столетия. Мы убедились, что они являются очень опасными. Необходимо изготавливать баллоны из композитных материалов. Если будет поручение премьер-министра, создадим ведомственную группу и проработаем. По словам Улжаса Бектенова, одних рекомендаций в такой ситуации недостаточно. Он поручил изъять и утилизировать бытовые баллоны, непригодные для дальнейшей эксплуатации. Кроме того, необходимо начать в стране собственное производство таких баллонов. До сих пор не решен вопрос по изъятию и утилизации бытовых баллонов, непригодных для дальнейшей эксплуатации. В целом, хочу отметить, что это серьезная проблема. Долгое время не решается вопрос производства бытовых газовых баллонов. С каждым годом эта проблема усугубляется. Министерство промышленности совместно с заинтересованными государственными органами поручают принять меры по организации производства баллонов. Кроме того, для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в Акмолинской области в пилотном режиме создано универсальное подразделение, куда входят пожарные, медики и спасатели. По словам Чингиса Аринова, оно будет оказывать помощь как жителям близлежащих сел, так и пострадавшим на трассах и водоемах. Девната Секенова, Нуржан Махмутов, Астана Таймс. Тем временем в Павлодаре взрыв газового баллона дважды стал причиной пожаров. Но, несмотря на это, люди все еще заправляют баллоны самостоятельно и позаказывают доставку газа на дом. Объясняют это повладарцы экономии семейного бюджета, поскольку электрические плиты – дорогое удовольствие. Раиса Маргунова продолжит тему. Использование газовых баллонов – дело привычки и экономии, рассказывает жительница частного сектора Айгуль Уолитова. Женщина переехала в новый дом 4 года назад. Старая проводка электрическую плиту не потянет, признается она. Да и газовый баллон обходится в разы дешевле. Используется всю жизнь газом, мы привыкли к этому. Баллон в месяц раз меняем, полтора тысячи. Мы безопасно всегда соблюдаем. То, что мы вовремя выключаем, смотрим, открутили или нет. И всегда смотрим. Если уезжаем куда-то додолго, мы вообще снимаем фотки. По словам женщины, все ее заседи заказывают доставку газа на дом. Они же с семьей заправляют баллоны самостоятельно. К слову, заправка на автозаправочных станциях запрещена законом. Из-за невозможности проверить исправность железного резервуара и его герметичность. Это может привести к печальным последствиям. Если наполнение бытовых газовых баллонов запрещено на автозаправочных станциях в связи с тем, что оборудование не соответствует тем требованиям, при которых должно проводиться заполнение бытовых газовых баллонов, в таком случае они должны заполняться на специальных газово-наполнительных станциях. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность. К слову, с начала года в регионе зафиксировано два пожара, причиной которых стал взрыв газовых баллонов. Годом ранее таких случаев было пять. Сотрудники Акимата проводят мониторинг в многоквартирных домах. По закону, хранение и использование нефтяного газа в бытовых баллонах в многоэтажках запрещено. В этом году таких нарушений зафиксировано не было. Релиз Моргунова, Азат Кабидуэла, Астана Таймс, Павлодар. Далее выпуск продолжит новости экономики. Добрый вечер. С новостями экономики в ближайшие несколько минут познакомлю вас я, Мадиар Тельманов. В октябре на электронной бирже труда снизилась активность. Размещено более 123 тысяч вакансий и 106 тысяч резюме, что на 9% и 13% меньше, чем в предыдущем месяце. При этом растет спрос на сезонные профессии, такие как операторы котельных, машинисты котельных и котельщики. Высокие зарплаты предлагают главным строителям, главным техническим специалистам и инженерам по безопасности полетов. В региональном разрезе высокий спрос на квалифицированные кадры зафиксирован в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Жамбылской областях. А вот в Алматинской области, Житысу и Астане наблюдается сокращение вакансий. В Минтруда отмечают дисбаланс между спросом и предложением, а экономисты уверены, кадровая проблема – бич нашей экономики. Квалифицированных рабочих именно на станках, например, не хватает. Я не говорю уже о строителях, благоустройство. Вообще туда люди мы привлекаем из других республик, соседних республик, где сбыток рабочей силы. И поэтому я думаю, что это очень влияет на нашу экономику. Онлайн – один из шагов. А вообще мы должны с самых младших классов учить. Если что, рабочая специальность – это тоже авторитетно, что здесь можно зарабатывать больше. Запрет на вывоз жиженого газа из Казахстана продлен на полгода. Приказ подписал глава Минэнерго Алмас Адам Садкалиев. Он касается пропана и бутана. Следует отметить, что исключения предусмотрены для недропользователей транзитных перевозок, продукции из карачаганакского месторождения и гуманитарной помощи. Стоимость биткоина впервые превысила 82 тысячи долларов. Такой рост эксперты связывают с победой Дональда Трампа на выборах в США, пишет Блумберг. Напомню, еще во время избирательной кампании Трамп обещал превратить Америку в биткоин-сверхдержаву. И инвесторы уже ждут. В Конгрессе начнут принимать законы в поддержку криптовалюты. Геополитика очень сложная. И в таком положении многие инвесторы уходят на другие, не промышленные капиталы, вводят деньги, акции, облигации покупают, а уходят на золото, на биткоины и на другие финансовые инструменты. Поэтому сейчас и золото, вот сейчас один унция, да, 31,1 грамм, стал 9700 долларов. Такого никогда не было. Это действительно рекорд. И биткоин так же. А теперь о ситуации в обменных пунктах. В Казахстане продолжают наблюдаться скачки курса доллара. В обменных пунктах Астаны продать американца можно за 498 тенге. Евро продают по 529 тенге, рубль по 5 тенге и 37 тенов. У меня на этом все. Увидимся через неделю. Участники Астанинского процесса дружно осудили Израиль. В столице проходит очередной 22-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в этой стране. Так, Иран, Россия и Турция назвали агрессией и преступными нападениями действия Израиля в Газе, Ливане и на западном берегу реки Иордан. К слову, после авиаударов и атаки пейджеров по Ливану, многие жители этой страны переместились в Сирию. Последняя после многолетней войны находится в разрозненном состоянии. Ее одновременно контролирует правительство и десяток террористических групп. В частности, было рекомендовано агентствам ООН по делам беженцев и всем гуманитарным организациям разработать план действий, чтобы помочь вынужденным переселенцам. По словам Бакаева, первоначальные цели переговоров, ранее обсуждавшиеся на площадке астанинского формата, сегодня полностью выполнены. Речь идет о создании зонда эскалации, прекращении напряженности между конфликтующими сторонами, снижении человеческих потерь. Все это открывает большие возможности для восстановления нормальной жизни сирийцев. За последние два дня стороны, участвующие в переговорах, провели очень важные и содержательные переговоры, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации в Сирии и улучшение гуманитарной ситуации там, в рамках очередной сессии астанинского процесса. Республика Казахстан в меру своей возможности прилагает усилия для поддержки сирийского народа и процесса внутрисирийского урегулирования. В то же время, с началом войны между Израилем и Хамас ситуация в Сирии обострилась. К примеру, то и дело Тель-Авив наносит авиаудары, тем самым перекрывая маршруты, по которым поступает гуманитарная помощь ООН. Для многих сирийцев, а теперь и ливанцев, это вопрос жизни и смерти. Очередную 23-ю международную встречу по Сирии в Астане договорились провести в первой половине 2025 года. Подозреваемых в организации экстремистской деятельности задержали сотрудники Комитета национальной безопасности. Операции прошли в городе Алматы, Алматинской области и области Улы-Тау. По данным силовиков, в ходе обысков были изъяты религиозная литература и другие доказательства. Четверо задержанных ранее имели судимость за аналогичные преступления. В отношении 17 человек применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Среди указанных лиц четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений. А девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации. Проводится досудебное расследование по частям 1 и 2 статьи 405 Уголовного кодекса. А на севере страны стражи порядка подозревают 30-летнего мужчину в убийстве собственной матери. Все случилось минувшим днем в одном из жилых домов райцентра Явленка. В жилом строении произошел пожар. В ходе его тушения огнеборцы обнаружили труп 53-летней хозяйки дома. Но экспертиза показала, что женщина умерла не от отравления угарным газом, а гораздо раньше. Подозрение пало на сына погибшей. Мог ли он поджечь дом, чтобы замести следы совершенного преступления, теперь предстоит выяснить следствие. За совершение убийства жительницы села Явленка и сельского района, труп, который обнаружен в собственном доме после пожара, полиции установлен и задержан 30-летний мужчина. Он подверен в изолятор временного задержания. Расследование продолжается, обстоятельства устанавливаются. Сотрудника полиции ранили во время драки ножом в Алматы. Инцидент произошел в одном из ночных заведений Алатаусского района. Преступник нанес стражу порядка удар в левую сторону грудной клетки. По информации департамента полиции региона, в момент происшествия их коллега не находился на службе. Что касается подозреваемого, то известно, что он прибыл из Жамбылской области. По данному факту, управлением полиции района Алатау возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и заключен в изолятор временного содержания. Подробные обстоятельства данного преступления выясняются. Смерть 10-месячного ребенка в Кустанайской области прокомментировали врачи. Медики уверяют, что родители мальчика отказывались от его госпитализации в отделении реанимации. Напомню, о смерти мальчика накануне в соцсетях рассказала горем убитая мать. Она сообщила, что в медучреждении ребенка привезли с незначительной одышкой. Однако вскоре маленький Дербес умер. По словам руководства больницы, с ними на связи постоянно была бабушка Дербеса и их коллега, главврач на Урзумской больнице. Именно она не давала согласия на реанимационную терапию. Кроме того, бабушка была против лечения антибиотиками. Врачи положили мальчика в реанимацию только когда он был в тяжелом состоянии. Окончательный подтвержденный диагноз – вирусная инфекция, на фоне которой развилась двусторонняя пневмония с бронхообструкцией. Была предложена госпитализация в реанимационное отделение для того, чтобы провести интенсивную терапию и быстрее вывести ребенка из этого состояния. И потом уже могли бы отдать ребенка, обратно перевести в отделение. Ну, как говорится, отдать маме. Ну, на что неоднократно были получены отказы. Служебную проверку по факту смерти малыша проводят в больнице и в управлении здравоохранения. Полицейские начали досудебное расследование. По факту смерти 10-месячного ребенка в Кустанайской областной детской больнице полиция начала досудебное расследование. В настоящее время для установления причины смерти проводятся все необходимые следственные мероприятия. Субтитры предоставил DimaTorzok Комиссия Жир Аманате была создана в июне 2022 года. Когда мы стали изучать этот вопрос, то увидели, что некоторые земли выдавались незаконно, то есть без каких-либо бизнес-планов. Какие-то участки выдавались еще несколько десятков лет назад. Теперь мы возвращаем их на баланс области. Эти земли будут предоставляться предпринимателям для развития сельского хозяйства. Рядом с нашей территорией был пустырь, неиспользуемый участок 23 гектара. Его Акимат забрал у предпринимателя, и в октябре мы получили 5 гектаров для развития своего хозяйства, которым мы занимаемся 10 лет. В следующем году обещали помочь нам с проведением воды и света. В Казларде в рамках проекта Жир Аманате партии Аманат в этом году в государственную собственность вернули более 76 тысяч гектаров земли. Эти участки, ранее заброшенные, начали активно осваивать. Теперь здесь расширяются площади для выпаса скота и фермерские угодья. Эксперты отмечают, что важно не только вернуть землю, но и предотвратить ее запустение. На данный момент уровень обеспеченности региона пастбищами достиг 73%, и работа в этом направлении продолжается, отметили партиицы. Мы вернули 76 тысяч гектаров земли, а также поля 113 граждан были возвращены владельцам. Это публикуется на нашей специальной интерактивной доске в социальных сетях и в интернете. Можете увидеть своими глазами. Основная цель – дать помощь гражданам, которые занимаются бизнесом и развивают сельское хозяйство. В общественную приемную партии Аманат в Алматы с начала этого года поступило более 5000 обращений от граждан. Из них 63% решены положительно, а по 36% даны отдельные разъяснения. Как отметили Аманатовцы, чаще всего население волнует вопросы жилищного обеспечения, строительства и занятости. Депутаты подробно ознакомились со всеми проблемами граждан и обещали довести их до компетентных органов. Каждый депутат алматинского городского маслихата от партии Аманат проводит ежеквартальный прием по личным вопросам граждан. Я сам являюсь членом комиссии в сфере коммунальных дорог и инфраструктуры. Мы прилагаем всевозможные усилия в решении проблем местных жителей. В общественных приемных проведено 724 приемов. Из них 484 человек отработаны. В рамках Кухухтукумек у нас каждую неделю, каждый четверг приходят граждане и получают юридическую помощь. Сейчас юристы приходят, медиаторы и адвокаты приходят и тут разъяснение дают по юридическим вопросам. Павлодаре более 6000 человек приняли участие в проекте «Карасаскуга». Их обучили финансовой грамотности и рассказали, как в обычной жизни сводить дебет и кредит. Данный проект стартовал по инициативе партии Аманат. Цель – повышение финансовой грамотности населения. Поскольку в стране большое количество закредитованного населения, не знающих, как выбраться из долговой ямы, отметили аманатовцы. Они и также рассказали о разумном вложении средств в бизнес. Наш проект рассчитан на повышение финансовой грамотности. На этой неделе я буду рассказывать об учении личных финансов, как людям распределять, на что обращать внимание, когда открывают депозиты, когда оформляют, размещают средства на депозитах, когда пользуются кредитами, какие процентные ставки выбирать, их различия. Также обращу внимание людей на, как отставить свои права при банкротстве физических лиц. В данном случае в настоящее время у нас есть закон о банкротстве физических лиц. В Шымкенте с начала года около тысячи граждан с инвалидностью получили постоянную работу. Это было реализовано в рамках проекта «Кидиргизыцкий лищек» партии Аманат. К примеру, в Южно-Казахстанском педагогическом университете имени Узбекали Жанибекова трудятся 24 человека с инвалидностью. Один из них – Берекпол Иисхан. Он работает техником по обслуживанию компьютеров. Парень устроился сюда в марте этого года. В рамках проекта «Кидиргизыцкий лищек» в Шымкенте только к маю этого года 52 организации приняли на работу 138 человек. На данный момент количество трудоустроенных близится к тысяче. Эти граждане работают в различных сферах и получают соответствующую зарплату. В Шымкенте проживает 41 500 человек с ограниченными возможностями, из которых 7 800 – молодежь до 18 лет. Как члены партии Аманат в рамках этой программы мы не только контролируем ситуацию, но и оказываем помощь, находим решения. Мы также начали работать совместно с социальной службой для улучшения условий и решения проблем этих людей. В Атрау растет число жителей, обращающихся за юридической помощью по проекту «Кококтах Кумек» партии Аманат. К примеру, с начала года в городе и селах региона проведено 56 приемов граждан. Это в разы больше, чем годом ранее. По данным организаторов, поступило 230 обращений, и половина из них уже решена положительно. Кроме того, консультации оказывают опытные юристы и адвокаты. Большинство вопросов, которые к ним поступают, касаются алиментов наследства, жилищных прав и пособий. Все жалобы тщательно рассматриваются и остаются под контролем до полного разрешения, отметили партийцы. Снизить зависимость от импортных продуктов питания намерены в Западно-Казахстанской области. Об этом заявил глава региона Нариман Турегалиев. Он также рассказал о развитии агропромышленного комплекса. Западно-Казахстанская область полностью обеспечивает себя социально значимыми продуктами. На 30% курицы, капусты и морковью. Приоритетной задачей остается увеличение молочной продукции, отметил глава региона. В текущем году профинансировано 5 проектов с республиканского бюджета на сумму 9,8 миллиарда тенге с объемом производства 11 тысяч тонн. После реализации этих проектов уровень самообеспеченности молочной продукции составит более 50%. Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары из местного бюджета выделено 5,3 миллиарда тенге. В регионе действует 35 овощехранилищ вместимостью 62 тысячи тонн. Это покрывает потребность населения на 93%. В следующем году она будет полностью закрыта, когда будет построено еще два овощехранилища мощностью 15 тысяч тонн. Аким области также отметил реализацию одной из важных инициатив из города в село. Этот проект направлен на снижение оттока и стимулирование при вытяжении жителей в сельскую местность, ликвидацию дефицита трудовых ресурсов, обеспечение устойчивого развития сельских территорий и агропромышленного комплекса, увеличение роста количества малого и среднего бизнеса. В следующем году в Терекнинском районе планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В четырех районах также появится семь новых объектов культуры. Татьяна Рудометова, Алтынбек Кабделов, Астана Таймс из Уральска. Экономическое развитие Западно-Казахстанской области демонстрирует положительную динамику. Об этом заявил глава региона Нариман Туригалиев, выступая на бритинге на площадке службы центральных коммуникаций. Татьяна Рудометова расскажет подробнее. Западно-Казахстанская область показывает положительную динамику по основным социально-экономическим показателям. В сфере строительства, модернизации здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций. Так, за 9 месяцев текущего года в экономику региона привлечено 437 миллиардов тенге. Это позволило создать более тысячи новых рабочих мест. Планируется реализация ряда значимых инвестиционных проектов. С компанией «Казах-Калюм» проект строительства обогатительного производственного комплекса по производству коленев солей на базе месторождения Сатимула. Совместно с китайскими инвесторами планируется строительство двух КТС мощностью по 100 мегаватт до 2028 года. Кроме того, в планах строительство двух овощехранилищ мощностью 15 тысяч тонн. Также подписан меморандум с южнокорейским инвестором на сумму 81 миллиард тенге. В конце прошлого года в промышленную эксплуатацию введено в газконденсатные месторождения Рожковские. Если в начале этого года объем поставок жиженного газа, нефтяного газа на внутренний рынок области составляли 30%, то на сегодняшний день потребуется региону покрыть на 100%. В следующем году планируется строительство 50 новых медицинских объектов. Будут сданы в эксплуатацию и 6 новых школ. Экономическое развитие региона демонстрирует положительную динамику. Резюмировал Аким области. Актуальные проблемы экологии обсудили на встрече со студентами вуза в Петропавловске. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Тазах Казахстан». Присутствующие говорили о несанкционированных свалках. В регионе таких с начала года было зафиксировано свыше 170. 134 из них уже ликвидированы. Это порядка 80%. Это одна из актуальных проблем, которая... Если мы будем отслеживать динамику ежегодно, то за последние несколько лет каждый год космическим мониторингом является все меньше свалок. Это говорит о планомерной деятельности. Деятельность департамента и заинтересованных органов в том, чтобы выявлять, пресекать и ликвидировать несанкционированные места размещения отходов. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова